Говорит Черкесск Здравствуйте! У Марти Киев о некоторых событиях республики. Народное собрание Карачаево-Черкесии приняло в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2023 год и на плановый период до 2025 года. Женам участников специальные военные операции окажут поддержку в ведении бизнеса. Бедногорское городское поселение Урупского района признано самым чистым населенным пунктом республики. И трое учеников Черкеска стали победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия – страна возможностей». Далее об этих и других темах подробнее. В республиканской столице прошла очередная 42-я сессия Народного собрания республики. Депутаты рассмотрели 22 вопроса, большая часть из которых связана с приведением республиканских законов в соответствии с федеральным нормативом. Кроме того, парламентарии рассмотрели проект регионального бюджета, а также наделили дополнительными льготами участников специальной военной операции. Подробности сообщил министр финансов республики Вадим Камышан. Проект бюджета сформирован с увеличением расходов и доходов. У нас он сейчас порядка 70% социально ориентированный. В проекте бюджета у нас предусмотрена индексация заработных плат на уровне инфляции 5,5%. У нас стипендиальный фонд индексируется. Мы предусматриваем поддержание зарплаты отдельных категорий работников в бюджетной сфере, так называемые наши указники майские. Также у нас предусмотрена индексация медикаментов, стоимости медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг бюджетными организациями на 9%. Также у нас будут созданы резервы в части реализации мероприятий по поддержке экономики в настоящих условиях. Сейчас в рамках поддержания ребят и военнослужащих, и Росгвардии установлена льгота по транспортному налогу. Мощность не более 150 сил. Это категория граждан. Освобождается и плюс, если вы слышали, депутаты внесли поправку, распространяется эта льгота и для участников военных действий в Афганистане, а также эта льгота распространена на одно транспортное средство для родителей и участников СОО и Афганцев. Парламентарии Народного собрания внесли также изменения в одну из статей закона о правах пациента. Эти изменения продиктованы изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым с 1 января следующего года стационары медицинских организаций республики должны бесплатно при оказании медицинской помощи детям предоставлять спальное место и питание для одного из родителей в случае, если ребенок инвалид, который имеет определенные ограничения в своей жизнедеятельности, и ребенок не достиг возраста 4 лет. Медицинские организации республики должны бесплатно предоставлять спальное место и питание для одного из родителей или иного члена семьи или законного представителя в случае оказания медицинской помощи ребенку в возрасте старше 4 лет при наличии медицинских показаний. Более 60 молодых деревьев появились на трех общественных территориях Черкеска. Мэр города Алексей Баскаев вместе с коллегами, главой республиканской столицы Валерием Дедуком, депутатами и юными экологами, учащимися гимназии номер 5, в новом сквере на проспекте Ленина высадили деревца, 4 шелковицы и 18 декоративных слив с яркой кроны. Они очень красиво цветут и безусловно украсят общественную территорию. А зеленение здесь обязательно продолжится весной, высадим различные цветы и кустарники, отметил мэр города. Мы этому уделяем большое внимание, я лично, мои коллеги, потому что все знают, деревья это легкие города, поэтому наш город всегда был зеленый и нам надо сохранять эти традиции, высаживать много деревьев. И у нас, я вам скажу больше, кроме этих деревьев, которые мы сегодня посадили, 18 деревьев слива, у нас еще большие планы. Мы посадим 55 деревьев и на следующий год запланирована очень большая посадка. Подведены итоги голосования межведомственной конкурсной комиссии, на самый чистый населенный пункт Карачаево-Черкесии. Первое место заняло Медногорское городское поселение Урупского района. Второе досталось Важненскому сельскому поселению Усть-Джигутинского района. А бронзовыми призерами стали сразу два сельских поселения – Старокувинское в Дегихабльском районе и Малозеленчукское в Хабейском муниципальном образовании. Экологическое соревнование было объявлено в рамках празднования столетия региона. Всего на конкурс было представлено 11 заявок из городских и сельских поселений Республики. Для объективной оценки всех заявленных материалов конкурсной комиссии были проведены рейдовые обследования всех населенных пунктов. С 1 января следующего года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны платить налоги и взносы в Федеральную налоговую службу по новым правилам. Для каждого из них там откроют единый налоговый счет. Как будет работать эта система в Карачаево-Черкесии, представители всех профильных ведомств обсудили на заседании в правительстве республики. Об этом присутствующим рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии Расул Текеев. Обращаю внимание, что все преимущества единого налогового платежа касаются и платежиков, имеющих разветвленную сеть филиалов и обособленных подразделений. После введения единого налогового счета не нужно будет платить налоги отдельно по каждому структурному подразделению. Нужно будет оформить всего один платежный документ с указанием ННН налогоплательщика. Единый срок уплаты для всех, 28 числа. Там не распределяется федеральный, местный или региональный. У нас сейчас в республике по пилотному проекту один налогоплательщик, водоканал. Он очень успешно использует и нравится ему этот платеж. Очередная партия гуманитарного груза, собранного неравнодушными жителями Усть-Джгутинского района, отправилась нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции. Свой вклад в формирование гуманитарной помощи внесли коллективы среднеобразовательных учреждений, детских садов, поликлиники, поселка Московского и общественные организации. Свою лепту внесли пчеловоды Усть-Джгуты. Женам участников специальной военной операции окажут поддержку в ведении бизнеса. Поступает много обращений от жен участников СВО, которые занимаются предпринимательством. Сейчас женщины стремятся продолжить семейное дело и сохранить бизнес, но многие не обладают соответствующим опытом, знаниями и компетенциями. 2 декабря в 14 часов в общественный прием на «Единой России» в Черкесске депутаты партии проведут прием граждан по вопросам женского предпринимательства. В столице Карачаево-Черкесии будут проводиться обучающие интенсивы для студентов вузов и СУЗов, в рамках которых молодым людям расскажут о тонкостях реализации проектов, направленных на развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости населения. Комментирует информацию руководитель бизнес-интенсива молодежный предприниматель Белла Брантова. Я тесно сотрудничаю с Центром поддержки предпринимательства, с Центром «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской Республики и Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской Республики. И данная идея у меня как раз-таки заложилась в тот момент, когда я с ними очень тесно работала. Целевая аудитория моего проекта – это студенты высших учебных заведений и среднепрофессиональных учебных заведений Карачаево-Черкесской Республики. Мы планируем проводить в очном формате бизнес-курсы. У нас будет четыре направления обучения. Это изучение мер поддержки для малого и среднего предпринимательства, ораторское искусство в бизнесе, маркетинг и будет у нас социальное предпринимательство. В очном формате планируется обучение у нас 30 студентов, но рассчитываем на большее количество человек. В принципе, готовы принять порядка 40 студентов. Православные христиане вступили в 40-дневный рождественский пост. Он подразумевает не только воздержание от употребления продуктов животного происхождения. В пост важны и духовные упражнения – усердная молитва, посещение богослужений, исповеди и причастия. Об этом расскажет благочинный Северного Карачаево-Черкесского церковного округа отец Александр Нартов. Здравствуйте, дорогие друзья! Начался рождественский пост. Это особый пост, который длится 40 дней и заканчивается праздником Рождеством Христовым. Этот пост готовит нас, готовит христиан, готовит тех, кто хочет встретить родившегося Христа. Для христиан любой пост – это время особое, это время внимательного отношения к себе. К сожалению, к большому очень часто пост сводят к воздержанию в еде. И сегодня очень популярно спрашивать друг у друга, постится ли человек, держит ли пост. Но христиане должны не забывать, что пост и еда в посту – это лишь малая часть тех норм и тех пожеланий, которые Церковь обращает к каждому из нас. Постараемся все мы в этот период угодить Богу, постараемся все мы простить друг другу, постараемся все мы стать ближе к Богу. И тогда, конечно же, праздник Рождества Христова, он обретет особый смысл, он обретет особый характер и особую торжественность. Пусть Господь всех хранит, всех с рождественским постом, всем помощи и милости Божией в этом посте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По итогам 10 месяцев текущего года на территории Карачаевой Черкесии с участием двухколесных транспортных средств зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека и 25 получили ранения различной степени тяжести. В связи с наступлением холодов Госавтоинспекция Республики призывает мотоциклистов воздержаться от езды на двухколесной технике до установления стойкого плюсового температурного режима. Стоит отметить, что мотоцикл даже в теплый сезон является для водителя транспортным средством повышенной опасности. Особенно риску подвергаются байкеры, передвигающиеся по дорогам, на которых образовалась наледь. Меньшая по сравнению с автомобилями устойчивость мотоцикла, а также низкие температуры и весьма малый коэффициент сцепления шин с дорогой приводит к потере управления мотоциклом и падению байкера. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и взаимовежливы на дороге. Планом организаторов, лидером конкурса по количеству присланных сочинений, более 5000 работ они представляли наш город в самой младшей возрастной группе конкурсантов от 8 до 11 лет. Хор детской музыкальной школы «Лучик солнца» Аула Эркин Юрт занял первое место на фестивале в Дагестане. В селе Терекли Мектеп прошел первый межрегиональный фольклорный детский фестиваль «Конкурс Наш Дом Россия», организованный Федеральной национально-культурной автономией Нагайцев России. 2 декабря во Дворце спорта «Юбилейный» в Черкесске состоится спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья по видам спорта и выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченная ко Дню инвалидов. Кроме комплекса нормативов, участники будут состязаться в настольном теннисе, настольном футболе, шашках и дарце. В соревнованиях принимают участие все желающие в возрасте от 8 до 70 лет. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8, в горах местами до плюс 13. В Черкесии без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 6 градусов. Это все новости к этому часу. С ними у вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова